Тогда мы с вами скажем. Как всегда, пожелаем успеха и благополучия нашим воинам, возвращения пленных и выздоровления раненых. Ситуация очень непростая. Есть тысячи людей пострадавших. Я даже не говорю о ранениях. Я говорю о такой психологической нагрузке, которая близка к срыву. Но тут делать нечего. Как все знают, это война на выживание. И каждый старается приложить столько усилий, сколько он может. И будем надеяться на успех. У нас сегодня 202-й день войны. Как можно легко посчитать. Хочу напомнить о том, что я посвящаю все свои занятия, все свои слова удачные. Не то, что неудачно. А все удачные слова посвящаю Любову Бат-Михаэль, своей жене, которая ушла из жизни 2,5 года назад. И я сегодня хочу попытаться с вами сделать интересную вещь. Посмотреть, как мудрецы Талмуда относятся к строкам пророка. Может быть, мы сегодня застрянем на одной строке. Но пускай. На мой взгляд, это стоит того. Итак, я поднимаю презентацию, которую я приготовил для вас. Я надеюсь, что мы видим ее. Правильно? Мы видим текст с вами? Да-да, все видно. Отлично. И мы в прошлый раз говорили о пророчестве, которое в Гемаре понимают как возвращение всего того, что забрало идолопоклонство истинного возвращения в иудаизм. Мы с вами возвращение этих идей. Это момент очень сложный. Мы попытались с вами, я напоминаю, посмотреть, как можно понимать, скажем, мифы Древней Греции, если представить себе, как они возвращаются в иудаизм, так сказать, как их можно прокомментировать с точки зрения иудаизма. Я не буду возвращаться к этой теме, а у нас сегодня с вами продолжение этой главы, в которой мы с вами находимся. Здесь говорится «Возвлекуй дом Циона, кричи радостно, дочь Иерушалайма, вот царь твой придет к тебе, праведник, и спасенный он, беден, восседает на осле и на осленке сыне ослец». Мы понимаем, что пророки, особенно Схарья, это камень преткновения такой для христианства. И мы увидим это в дальнейшем. И здесь вот эта картина, которая стала такой картиной неотъемлемой для народов мира, приезжает праведник на осле, объезжает ворот Иерусалима, его все встречают, несмотря на то, что он беден, у него нет никакой власти, никакого войска, но вот он будет править. Прежде всего стоит обратиться к Мальбиму, который нам говорит так. Почему вы решили, что это картина, скажем, реальная такая, описание событий, а не пророческий образ? Он говорит, ведь в первой главе, то, что мы с вами смотрели подробно, Схарья дал образ красного коня, на котором сидит человек и сдерживает его движение, этого красного коня, который лицетворяет или символизирует миру суда. Он спрашивает, а почему же здесь вы решили понимать иначе? Здесь тоже образ пророка, символ некоторый, который читается совершенно по-другому, чем какая-то реальная картина, нарисованная, скажем, каким-то художником. Поэтому нужно понимать, что мы знаем, что осел на иврите, он однокоренное слово с хомер, хомор, осел, хомер, материя. И когда человек бедный, праведный, не имеющий никакой власти, едет на осле, это означает, что процессы, которые будут идти, происходить, процессы исправления мира, то, что сегодня называют приход Машеха, я не знаю, уже боюсь пользоваться этим термином, но, допустим, приход Машеха, это процессы, которые будут идти постепенно, без каких-либо видимых чудес. Сначала будут формироваться материальные структуры, как, например, в этом плане Схарья параллелен Ехискеелю, который описывает воскрешение из мертвых, это не воскрешение из мертвых, это воскрешение народа после Галута, как сначала собираются кости, потом они обрастаются ухожилиями, потом появляется плоть, наконец тела, и только потом входит дух, только в конце входит дух, это процесс возвращения сновей Израиля на родину, когда создаются сначала материальные структуры, это и самые разные, и это правительство, это армия, и это та же самая пресса, литература, культура, и только потом в это входит дух, это посылка Ехискееля, и мы видим Схарья, ученик Ехискееля возвращается к той же картине по-другому, бедный человек едет на осле, осел, постепенное движение, небыстрое, хамор, хомер, материя и осел, вот все это как-то складывается в картину. Интересно, что в трактате Сангедрин говорят о двух возможностях прихода Машеха, и там говорится, что в книге Даниэля в 7 главе говорится, что Машех появляется, его видят в таком ночном видении, и он появляется на облаках небесных, вот приходит человек, приходит человек, и в Сангедрине говорят, есть две возможности, две возможности, либо едет как бедный на осле, это постепенные процессы, когда нету явных чудес, либо это едет на облаках, приходит на облаках, и это процессы чудесные, да, отчего зависит, скорее всего, что если процессы идут медленно и незаметно, то мы не удостоились, и не только не удостоились, то мы слышим, вот мы не заслужили и нам не дали то, что нам положено, нет, не удостоились, нам трудно понять, трудно понять, трудно усвоить, трудно как-то переварить это, и все происходит постепенно, чуть-чуть, капля за каплей, и мы как-то поднимаемся на какой-то уровень, может быть, падаем, но все же неизменно поднимаемся, я думаю, что это можно наблюдать в современном Израиле, это отдельный разговор, но есть движение, позитивное движение, вот, несмотря на то, что движение похоже на движение, на медленное движение осла, да, и если бы мы очень все хорошо понимали, если бы мы понимали ходы Всебышнего, ждали бы его света, проявления, божественного проявления в этом мире, тогда бы это был чудесный процесс, похожий на то, как человек едет на облаках небесных, да, и так, либо на осле, либо на облаках небесных. Видимо, уже давно процесс пошел на осле, по пути осла, да, и мудрецы говорят об осле, о приходе Машиха, который едет на осле. Здесь я вам хотел рассказать такой анекдот в скобках, да, что вот есть такой хасидский ход, что, как бы, все нужно искать в себе, да, вот, в Пурин говорят, что Амалика надо искать в себе, Амана надо искать в себе, вот, короче, все надо искать в себе. Говорят, что два хасида отправились искать осла Машиха. Им сказали, что прежде чем искать осла Машиха где-то у ворот Иерушалайма, поищите осла в себе, да, если уж вы в себе все ищите, то и осла тоже поищите в себе. Ну, это так, в порядке шутки, да, а вот теперь мы с вами посмотрим очень серьезный ход Рамбама, Малахим, да, и он здесь нам говорит так, да, Илхот Малахим законный царя, и вот он здесь нам говорит так, и ты никогда не думай, пусть тебе не приходит в голову, что царь Машиха должен сделать какие-то знаки или дать какие-то, произвести какие-то чудеса, и он сделает что-то новое такого, что в природе еще не было, не было этого в мире, да, или он возродит мертвых, он сам возродит мертвых, не думай этого, пусть тебе это не приходит в голову, да, или что-то подобное этому, это не так, ибо рабе Акива, и тут мы попадаем в наше время, да, с вами, когда мы вспоминаем учеников рабе Акива, это отдельный разговор, но вот просто как бы в скобках, неважно сейчас, да, и вот рабе Акива, величайший мудрец из всех мудрецов, так его характеризует Рамбам, Маймонит, да, он говорил так, да, он был оруженосцем Барказиба, он был оруженосцем Баркоббы, да, и он говорил о нем, да, Бенказиба царя, оруженосцем царя Бенказиба, и он говорил о нем, вот царь Маших, И уподавляли его мудрецы царю Машеху в его поколении до тех пор, пока он не был убит. Когда он был убит, стало ясно, что это не царь Машех. И не требовали от него мудрецы никаких знаков. И самое главное, что Тора, ее законы и ее суды, они навеки. И не нужно никаких знаков, и ничего не добавляй, и ничего не убавляй. И дальше он пишет тяжелые слова о тех, кто говорит, что в Машеху он будет творить какие-то чудеса. Это очень сильная посылка, что человек может заявить о себе Машех, спаситель. Я сейчас сделаю, построю, потом не получилось. Он был убит, и мы видим, что это не Машех. Но как сделаю, построю? Я сделаю реальные действия. Я сделаю реальные действия по завоеванию земли Израиля, по построению храма, по собиранию рассеянных. Не получилось, провал. Был шанс у него стать Машехом, но не встал. В этом плане я всегда думаю о последнем любавческом рэбе, светлой памяти. Он о себе говорил неоднократно, намекал, у него есть целая книга «Батя Беганим», которая говорит о том, что седьмой рэбе, а он был седьмой, он должен стать Машехом. И все тут хорошо. То есть человек дерзает, он хочет быть Машехом. Что-то не получилось, надо это признать, что что-то не получилось. Но есть люди, которые не хотят это признать, они говорят, что он жив и так далее. И это приводит, на мой взгляд, в большой-большую путаницу, если не сказать больше. Никто не умаляет его достоинства. Наоборот, человек дерзал, человек хотел поднять все поколение. Проблема, скажем, с той позицией, которую он занимал, это то, что Машех – это царь. Машех – это политическая фигура, у которого есть войско, на которое он опирается, и который совершает политические действия. Но он, Машех – это царь. Так как был Барковба царь, его признавали царем, и уж, по крайней мере, рабе Акива пошел с ним до самого конца и говорил о том, что это царь. Кстати, Мишна в трактате Таанит, она нам говорит, что 9-го ава в Битар был убит великий царь. Был убит великий царь, и это повод, один из поводов для поста 9-го ава. И вот, значит, это такая посылка Рамбама. Но интересно, я бы сказал, что Рамбам, он посек, он выводит Галахум, он утверждает Галахум. А в Гемаре есть другое мнение, которое Рамбам отбросил. Сейчас посмотрим, где мы его возьмем. Вот здесь, в конце. В Масахе Цангендрин, на 93-м листе говорится, что Барковба сказал мудрецам «Я Машиях». И сказали ему, про Машиха написано, что он свудит с помощью ругакодыш, с помощью Божественного Духа. То есть, как бы на нюх, он чувствует правду. Всевышний ему помогает увидеть, где правда. Так же, как, скажем, царю Шламо помог Божественный Дух увидеть, кто является матерью ребенка. Это надо посмотреть сам текст. Мы сейчас, конечно, не будем делать. Видно, что это при помощи Божественного Духа, не только при помощи мудрости Шламо. И вот царь Маших, он должен судить Божественным Духом, чувствовать, на нюх, как бы чувствовать правду. Давай посмотрим, можешь ли ты судить по Божественному Духу, то есть, узнать, почувствовать, где правда. Когда увидели, что не может, взяли и убили его. Убили не в том смысле, что зарезали, упаси Бог, а устранились от него. И это привело к ослаблению восстания, когда мудрецы отошли от Барковбы. Мы с вами говорили, рассматривая году в Песах, что сначала поддержали его все, как бы решением Сан-Ядрина. Кто-то хотел, кто-то больше, кто-то меньше. Неважно, мудрецы поддержали все Барковбы. И вот здесь мы видим, что в конце они от него отошли. И только рабе Акива шел с ним до конца. Мы видим, что это мнение противоречит тому, что говорит Рамбам, что не испытывают его и не требуют от него никаких знаков. Мудрецы потребовали, как, по крайней мере, здесь говорится в Сан-Ядрин. И Рамбам это оставляет в стороне, как бы на будущее. Это не галактическое мнение, это не доминирующее мнение. Доминирующее мнение. Человек дерзает. Идет вперед и дерзает. Говорит, я Машех. Есть возможность, есть возможность какая-то для победы, для освобождения. Идут за ним. Там дальше посмотрим, что будет. И вот вы видите, мы, отталкиваясь от одного только осла, упоминания об осле Бесхарья, мы с вами видим целую картину отношения мудрецов к процессу, процессу прихода Машех, к освобождению, будущее освобождение Израиля. Теперь, да, очень интересная картина про осла немножко дальше, в Санкт-Петерине на 98 листе, где говорится так. Сказал Улан, пусть он придет, но только чтобы я не увидел. Речь идет о Машехе, о том самом Машехе, который приедет на осле, когда процессы будут развиваться медленно и материальные структуры будут давлеющими, а духовные структуры только-только будут бороться за то, чтобы наполнить эту материальную оболочку, Улан говорит, я бы не хотел. Пусть придет Машех, да, это хорошо, но я бы не хотел жить в это время, я бы не хотел увидеть. Так же сказал, да, так же сказал и Раба, да, так же сказал и Раба, где-то у нас здесь выпал Раби Йоханан, я не вижу, чтобы я его выписал, Раби Йоханан сказал то же самое, пусть придет, но я его не хочу увидеть. Сказал Раба, пусть придет, и я не хочу его увидеть, да, и сказал Раб Йоханан, пусть придет, и я удостоюсь того, чтобы сидеть в тени, в тени от горы навоза этого осла, да. Ну, все часто повторяют этого году с большим вдохновением и так далее. Я хочу с вами привести пример, да, какие загадки прячет Талмуд, да, вот Раб Йоханан, все говорят, что они не хотят увидеть, да, вплоть до Раби Йоханана, а Раб Йоханан говорит, буду сидеть в тени горы его навоза, да, что же это такое? Я вам открою секрет. Раб Йоханан, прежде всего, был слепым, поэтому он не скажет, пусть придет, но я, ну, пусть я не увижу, он и так не видит, да, и он, и мы тут видим целую картину, он сидит в тени, то есть он не видит, он даже не видит этой кущей навоза, он сидит в ее тени, он, наверное, ощущает этот, этот запах этого навоза, да, окей, но это еще не все, это еще не все то, что вместили мудрецы в одну строчку, да, Раб Йоханан, где он сидит, для этого надо представлять себе, как бы действующие лица Ула, он всегда ходит между Бавелем и землей Израиля, Раб Йоханан находится в земле Израиля, да, вот, а Раб Йосеф, он сидит в Бавеле, он ученик Раб Йоуда, который запретил подниматься из Бавеля даже в Эрицесраэль, просто запретил подниматься из Бавеля в Эрицесраэль, Раб Йосеф, его преданный ученик, другие ученики, другие, как Раби Ами, Раби Аси, Раби Зейра, они ушли в Тверь, и у Крави Йохананану учиться у него, Раб Йосеф остался с Раб Йоуда, да, и вот мы можем представить, когда он говорит, что пусть придет, я буду сидеть под грудой его навоза, где он будет сидеть? Я вас уверяю, он будет сидеть в Бавеле, под грудой навоза осла, а осел сам, где осел? Где осел в этот момент? Осел уже ушел, осел ушел, он пошел в землю Израиля, и там начинаются вот эти вот тяжелые процессы, когда складывается новая структура, материальная, только для того, чтобы в конце его заполнил дух. Раб Йосеф говорит, я буду сидеть, я не пойду с этим ослом, пусть эти процессы все происходят в Израиле, когда я приду, я здесь остался с грудой навоза, грудой навоза, это, как бы скажем, вот испражнение, грубо говоря, на языке пророков, это то, что нельзя понять, то, что организм как бы не принимает, не переваривает, вот я здесь останусь под тени этой грудой навоза, ничего не понятно, я буду здесь сидеть, пока осел там не сформируется в земле Израиля, и не войдет дух, вот только тогда можно будет идти в Израиль. Теперь мы посмотрим с вами, это все про того самого осла, про того самого осла, который упомянут с Харья в девятом предложении, седьмой главы, по-моему, умышленной, в моей главе, да, и вот, теперь посмотрим еще ряд примеров, да, теперь в той агаде, в которой мы с вами разбирали перед Песохом, я не стал как бы нагружать вас лишнего, но там Раф Юсеф говорит такую притчу, он немножко забирает в сторону от Бензума и от Равлязар-бен-Азария, если вы помните, неважно, сейчас неважно, Раф Юсеф рассказывает такую притчу, на что похож приход Машиеха, почему можно оправдать Бензума, который говорит, что в будущем не будут вспоминать о выходе из Египта, я опять же хочу подчеркнуть, что он уводит разговор в сторону, просто сейчас не будем это разбирать, и он рассказывает такую притчу, почему в будущем не будут вспоминать о выходе из Египта, это похоже на человека, который шел по дороге и встречая каждый раз все более опасное животное, сначала встретил волка, победил волка, потом льва, победил льва, потом змея победил, каждый раз, когда он побеждал, он начинал новую песню, волка победил, запел про волка, льва, ну, про волку он уже забыл, поет про льва, змей, победил змея, и поэтому, поскольку израиль, сыновья израиля пройдут много бедствий, то в будущем они не будут вспоминать о старых бедствиях, связанных с исходом из Египта, это Раф Йосеф, который не поднимает те проблемы, которые мы подняли с вами, можно ли сохранить духовность в Галуте, необходимо ли бороться за освобождение, потому что иначе не выживешь, не сохранишь дух, он не поднимает эти все вопросы, он оставляет их в стороне и говорит о том, как у него убавили бедствия, пройдет одно бедствие, пройдет другое, третье, еще одно бедствие, и тогда, наверное, можно будет подняться в Иерушалай. Так он видит вещи, так он смотрит на вещи, так он смотрит на движение этого осла, он смотрит на движение этого осла из Бабеля, не из Эрицесрая, не из земли Израиля, а из Бабеля. Его товарищ Раби Зейра, он сказал, что воздух земли Израиля умудряет, я здесь в земле Израиля, воздух земли Израиля умудряет, а он говорит, я буду сидеть под грудой навоза, я буду нюхать все это, но я не пойду в Эрицесраяль, пока там осел не образуется и не начнет наполняться духовностью, так мне сказал Раф-Юлда, мой учитель. Теперь очень интересно сравнить Раф-Юсефа с Реш-Лакишем. Реш-Лакиш в то же время примерно он ученик Раф-Юханана, и он спорит с Раф-Юхананом, он дает ту же самую Агаду, и говорит, что человек пробирается, от одной беды, преодолевает одну беду, другую беду, похожую на волка, на льва, на медведя, но конец, посмотрите, у Реш-Лакиш совсем другой конец, но вот он пришел домой и был готов открыть дверь, однако от волнения задержался и положил руку на косяк двери, и его ужалил змей. Это конец Реш-Лакиша, ну сравните Раф-Юсефа с Реш-Лакишем, Раф-Юсеф говорит, что он победит змея, победит змея, даже в Бавиле сидя победит змея, а Реш-Лакиш говорит, что змея – это страшная беда, можно все преодолеть и споткнуться на змея. Мы понимаем, о чем речь, потому что Бог, медведь – это все такие бедствия, которые приходят снаружи, так сказать, кусают, раздирают, а вот змей – он изнутри. И вот человек может по пути в землю Израиля и в самой земле Израиля, он может преодолеть все, но может быть поражен, может быть поражен изнутри. Но Реш-Лакиш есть лекарство от этого, если мы знакомы с ним. Он предлагает прямую, непосредственную борьбу, утверждение власти сыновей Израиля в земле Израиля, и так, по его мнению, только так можно преодолеть змея. А если просто пробежаться от беды к беде, то попадешь под укус змея. Мне очень хотелось бы, чтобы вы запомнили это или, по крайней мере, так сказать, увидели вместе со мной на Раф-Юсефа, который сидит в Бавиле под кучей навоза, никуда не собирается трогаться, пока кучу навоза это оставил осел, осел уже в земле Израиля, он ушел, он сидит под кучей навоза, осел-то ушел уже, пошел в Израиль, уже начались процессы, пока духовные процессы не утвердятся, не будут предны, Раф-Юсеф не двинется, избавили. И Реш-Лакиш, который говорит, что ничего не поможет, никакие ожидания не помогут, будет утрачено, если не бороться, если не жить в борьбе, внутренний мир будет утрачен. Очень интересно мнение Раби Ханана относительно осла, так сказать, Раби Ханан здесь вводит еще такой образ, символ коня. Давайте попытаемся представить, я для вас здесь расписал, но не знаю, насколько имеет смысл читать. Окей. Раби Ханан. Он говорил так, хотел бы я, чтобы пришел в Машиах, то, что мы с вами видели, так же, как Ула, который ходит из Бавиля в землю Израиля, Раби Ханан, который живет в Израиле и подчеркивает святость Израиля и святость плодов земли Израиля. И его ученик Раби Зейра подчеркивает даже святость воздуха земли Израиля. И вот он говорит, хотел бы я, чтобы пришел Машиах, но не хотел бы я жить в то время, когда он придет. Там же 98 лист. И приводит, что его волнует, Раби Ханана. Его не волнует бедствие, как Раф-Юсефа или как бы засилье материальной структуры, так сказать, которую невозможно просто ее видеть, невозможно ее перенести. Его волнует совсем другое. Он не говорит о басле, о куче навоза, он говорит так. Я постарался здесь для вас перевести. Человек пахал на быке, бык сломал ногу, тогда пришлось хозяину впрячь плуг коня, но для того, чтобы его нужно было кормить гораздо лучше, но для этого его нужно было кормить гораздо лучше, чем раньше. То есть бык сломал ногу, хозяин вывел его из стойла, на его место поставил коня и кормит его отборным зерном. Когда бык выздоровел и начал работать, хозяин не захотел прекратить давать коню хороший корм, так как привык быть благодарным даже по отношению к животным. Так всё ничего, такая бытовая картина, но она ужасная. Это кошмар. Дело в том, что бык в этой притче, это сыновья Израиля, это как бы для них характерен этот образ быка, который пашет, на котором пашут, который предан хозяину, он исполняет повеление хозяина, вот ему говорят идти прямо, он идёт прямо, тащит лук и так далее, работает, рабочее такое животное, тягловое, на нём перевозили тяжёлые камни, а конь, он, в общем-то, для древнего мира он не приспособлен, и кони были другие, честно говоря, вот кони не совсем приспособлены до пахоты, ну, так уж, как получилось, вот коня впрягают в лук, конь – это гордыня, да, если бык – это работа, то конь – это гордыня, да, война, гордость, да, вот такие, как бы, ассоциации, он вызывает в пророках, да, но тут его впрягли, он пашет, да, и конь – это народы мира, да, и вот рабе Ханан очень боится то, что придёт время, или даже оно уже пришло, чтобы коня выставить из стойла, везти быка, а хозяин медлит, как-то ему неловко или неудобно, да, о чём речь? тут нужно представить себе рабе Ханана, да, вот, потрясающая картина, о которой мы с вами уже немного говорили, да, мы говорили, что рабе Ханан видит, возвращает, видит приход Машеха, ну, так сказать, или начало нового времени, как потоки, которые текут из Негива и смывают, слабо, ломают всё на своём пути, вот так же он видит возвращение сыновей Израиля, просит Свышнего, чтобы он вернул сыновей Израиля, как потоки, как потоки в Негиве, это обязательно приведёт к изменению всей ситуации, теперь представьте себе время Равио Ханана, да, это где-то 250-й год, может быть, чуть-чуть попозже, да, что видно в земле, что видно в земле Израиля, да, ближе к началу 4-го века видно засилие уже засилие христиан, уже не только Рима, как такового, а христиан, тысячи тысячи паломников приходят в Израиль искать там какие-то свои святые места связанные с Ешу, да, и он видит эту картину, да, и он говорит, да, просит у Всевышнего верни сыновей Израиля, как потоки Негива, да, что ж я тут вижу, я вижу тут полную противоположность, да, какие-то потоки, какие-то потоки, которые не имеют отношения к нам, но потоки, они заполняют всю, всю, всю землю Израиля, да, и вот, да, а в чем, так сказать, проблема Всевышнего, да, что сыновья Израиля не справились, да, а народам мира надо жить как-то, вот, и пришло, и вот, пришло христианство как такой суррогат, подмена иудаизма, это, можно сказать, что это мнение Рамбама, Маймонида, точно об этом говорит Абербанель в своей книге Ишуат Мишихлом, да, вот, и он говорит, что, он рассчитывает, как бы, времена по-своему, там, скажем, да, сейчас не хочется вдаваться в подробности, вот, рассчитывает, что в это время должен был прийти Маши, действительно, в том плане, что должно было начаться преобразование мира, а мы не справились и мы упустили, как всегда, сила, которую мы не воспринимаем, не можем ее реализовать, она идет, как бы, с небес, наступает время, даются силы, мы не можем эту силу реализовать, эта сила уходит во внешний мир, но как она уходит во внешний мир, она там искажается, да, и вот Рабио Ганан, он, этого он боится, да, этого он боится, что придет сила Маши, а в общем-то она, может быть, уже и пришла, да, и она уходит во внешний мир, да, и Всевышний как-то медлит вернуть вновь Израиля на свое место, поставить их во главу, тех, кто дает миру те идеи, которыми мир может жить, ведь мир же не живет ни одним, не только хлебом, не только бензином, обязательно нужны идеи, да, и вот сыновья Израиля не возвращаются быть теми, кто дает миру идеи, и Рабио Ганану это тяжело, он боится этого, видит эту, видит эту картину, да, если Ула говорит, а, ладно, мне все равно, я сижу в Бавиле, и там постепенно как-то разберется, и когда придет такой дух Маши, когда этот осел отойдет на второй пран, я пойду в Израиль, Турабио Ганан, он переживает за все процессы, которые происходят, да, он их остро, остро чувствует, вот, я действительно просто прошу представить себе эту картину, как он ждет возвращения сновей Израиля, ему кажется, что в этом основа спасения, основа начала нового времени, собирания рассеянных потоков Нигеп, и вместо этого он видит цельяним, то, что наемрите, да, как это, паломники, христианские паломники, которые наводняют землю, и вот у него рождается такая мысль, ну, почему же Всевышний медлит и не возвращает иудаизм, истинную идею, понятие о едином Боге, в таком истинном его плане, почему он ее не возвращает на место, да, вот, и, ну, хорошо, здесь, как бы, у меня, в общем-то, все просло, да, вот, я хочу остановиться и постараться с вами обсудить, ну, если вы не захотите, если не будет вопросов, я надеюсь, что не будут, то у меня есть и дальше продолжение, я просто подниму другой ковиц, пожалуйста, вот я вижу вас всех, если что-то хочется спросить, возразить, добавить, то я к вашим услугам, окей, ну, опять я все так замечательно объяснил, что нет вопросов, и я тогда, я тогда стараюсь, стараюсь поднять сейчас еще секунду, окей, окей, так, что я сделал, я поднял тот же, нет, я поднял, ну да, хорошо, ладно, ну, я как бы, смотрите, вот я на сегодня, а, да, хорошо, я надеюсь, что видно ковиц, и тогда мы попробуем с вами продолжить взять еще одну идею за оставшееся время, да, здесь продолжение в десятом предложении, мы были в девятом, здесь в десятом говорится, и истреблю я колесницу и фраями, коня в Иерушалаями, и истреблен будет лук воинский, и будет он говорить мирно с народами, и власть его будет от моря до моря, и от реки прад до краев земли, это развертка этой картины бедного человека, который едет на осле, у него нету никакой власти, и вдруг проявляется совсем другая такая власть духовная, как она проявляется, неужели его начинают слышать, да, у Ефраима, Ефраима, как мы помним с вами, колено, которое служило Параону воинами, самое такое воинственное колено, у него теперь нету ни колесниц, ни коня в Ерушелаеме, да, не обязательно, что это колено Ефраима, просто опять же, как образ, вот, сильные воины, нет у него и лука, да, давайте попытаемся себе представить из других источников, что же здесь, что же здесь происходит, ой, здесь уже развертка будущего времени или продвижение в будущее время, здесь уже не тот совсем бедный, бедный, несчастный, кто едет на осле и его никто не будет слушать, потому что нету силы, то оказывается, что у него появляются силы, да, вот, он будет говорить мирно с народами, да, как же он будет говорить мирно с народами, кто же его, кто же его послушает, да, как-то это надо понять, и власть его будет от моря до моря и от реки прад до краев земли, вот, это потому, что он на осле, без колеснеец, без лука, без стрел, давайте посмотрим, что, как нам эту картину дополняет, дополняет Таилим, царь Давид, и можем заглянуть в предшественника Схарья, в пророка Ишаяху, вот, Таилим, говорится, второй Таилим, как вы помните, да, где описывается царь сыновей Израиля, который властвует над всем миром, здесь говорится так, разобьешь их железным шестом, железным, железным шестом, как изделие горшечника, разобьешь их, а теперь цари умудритесь, умудритесь так сказать, вразумитесь, судящие землю, служите Всевышнему в страхе и радуйтесь с трепетом, да, то есть, мы видим, здесь тоже нету, нету, может быть, войны, но есть какая-то, какая-то сила у еврейского царя. Интересно то, что здесь Мальбим отмечает, что разобьешь железным шестом, как сосуды горшечника, речь не идет о уничтожении народов, пролитии крови, речь идет о, так сказать, разбитии сосудов, то есть, их образы жизни, представлений, веры, понятия и так далее, да, вот, он разбивает эти сосуды, но, как бы, нету цели такой убить людей, да, он, говорит, обращается к царям, так сказать, грозит им, разумитесь, сообразите, да, вот, говорит им, говорит им, служите Всевышнему, да, вот, какую-то похожую картину дает нам и, дает нам и Шаягу, да, вот, это хорошо известная одиннадцатая глава, в которой говорится, и выйдет молодой побег из ствола и Шая, и отросток от корней его даст плоды, мы здесь видим тоже, скажем, образ, похожий на образ корья, да, движение снизу, постепенный, постепенный рост, да, это не чудо, а, скорее, что-то похожее на природное явление, если это чудо, то чудо скрытое, да, все растет постепенно, как дерево, поднимается, разрастается, и будет покоиться на нем правители дух Бога, дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания между, способность отвечать между хорошим и плохим и трепета перед Богом, и будет он чувствовать истину благодаря трепету перед Богом, и не потому, что видит глаза его, будет судить, и не потому, что слышит уши его, будет он решать дела, мы здесь видим, как бы, да, то, что перечеркнул рамбам, так сказать, да, мы понимаем, что в пророках есть разные пути как бы развития событий, и он этот путь отбросил, да, но здесь, когда у нас речь идет о дальнейшем таком развитии, развитии вот этого бедняка, который едет на осле, мы тут ничего не можем сказать, кроме того, что есть прямая непосредственная божественная помощь, помощь божественного духа, действительно, когда он не выходит с войском, а когда он говорит, он говорит, и слово его само является весомым для народов, это та картина, которую, скажем, Харья не развернул, но она у нас есть и в Таилим, и она у нас есть в Ешаяу, то есть, как бы, здесь, если вот все идет таким спокойным путем, может быть, не спокойным, но медленным путем, как нарастание материальных структур, то в какой-то момент должен прийти дух, и когда приходит дух, то этот дух уже, этот дух уже глобальный, он начинает действовать во всем мире, он дает силы этому царю править, править не оружием, а править силой духа, так что Харья упомянул и ту, и другую картину, но как-то очень завуалированно он сказал о том, что у Ефраема не будет ни меча, ни лука, и он не сказал, что будет, приходится искать дополнение в Таилим и в Ешаягу, и будет он по правде судить бедных и решать по справедливости дела притесняемых людей страны, и будет бичевать бунтующую страну словами назидание рта своего и дух ему своих, то есть ему достаточно будет сказать, то есть когда Рамбан говорит, что этого всего нету, он говорит о процессе становления, и что нельзя ориентироваться на то, что царь Машир будет делать чудеса, но потом в развертке обязательно, без этого никуда нужна божественная поддержка, и именно поддержка божественного духа, судить ртом, и духом у своих он судит, судит как, понимаем, что шватим, это не только суд, но это и наказание, наказание того, кто не прав, наказание того, кому полагается по суду наказание, и вот это приходит от божественного духа, и у нас осталось еще несколько минут, поскольку вопросы вы не задаете, я, видимо, так хорошо все объясняю, вот бы мне себя послушать как-нибудь со стороны, наверное, все было понятно, а так я говорю, слушаю сам себя, и я не верю, что все понятно, хорошо, теперь еще одна посылка очень интересная, Исхарья пишет какой-то конспект, как, наверное, многие пророки, его приходится расшифровывать и добавлять, искать дополнения в других пророках и в Талмуде, вот, сейчас мы попробуем, сейчас я смотрю, а, да, вот, и в одиннадцатом предложении Исхарья говорит, И теперь ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы, в которой нет воды, да, это то, что происходит в дни Машиаха, может быть, да, или, скорее всего, или, как мы здесь видим, вот, дается последовательность, это происходит, как бы, уже есть материальная структура осел, и уже дух, да, когда не нужен лук и колесница Ефраима, и вот еще что-то, какое дополнение? Дополнение очень существенное, да, это возвращение истинного понимания Туры, того понимания, которое неизбежно утрачивается в Галуте и под чужой властью, и вот этой утраты истинного понимания Туры так боялись такие мудрецы, о которых мы с вами говорили, как раби Акива, раби Тарфон, они просто этого, так сказать, панически боялись, что невозможно, даже Хония Маагель, как мы помним, они думали, что невозможно пережить Галут, и вот Харья здесь говорит, он как бы с ними солидарен и говорит, что да, для того, чтобы вернуться из Галута, нужно вернуть истинное понимание Туры, да, вот ради крови завета твоего выпустил я узников, что у нас тут, узников твоих из ямы, в которой нет воды, крови завета, да, есть завет сыновьями Израиля, завет завета в Рязани, но он не кончается одним просто действием, скажем, да, обрезание это не только конкретный акт, как бы, да, а это работа на всю жизнь, обрезание нужно хранить, да, для того, чтобы хранить обрезание, нужно хранить свои качества, свои свойства, нужно хранить свое сердце, говорят, что Авраам стоит в Маратамахпила и через Маратамахпила, через пещеру родцов, двойную, может быть, так можно перевести на русский, проходят все души в Ганедон, и Авраам смотрит, есть ли у человека союз обрезания, а что там смотреть, подавляющее большинство обрезанных, а, понятно, Авраам смотрит с духовной точки зрения, да, обрезание нужно сохранить, нужно сохранить живую реакцию на мир, чистоту сердца, и все остальное, это и есть сохранить заветы, вот здесь свершний говорит, ради крови завета, ради крови завета, который я заключил, я теперь возвращаю вам истинное понимание Торы, как бы и чувствительность, и чувствительность сердца, вот без этого невозможное истинное понимание Торы, я все это вам возвращаю, да, как узников твоих, я вывожу их из ямы, в которой нет воды, да, и мы понимаем, с каким моментом в Торе перекликаются здесь, перекликаются здесь слова Аскарья, когда Иосефа бросают в яму, то скажено Яма пуста, нет в ней воды, и наши мудрецы сразу говорят, так это же Галут, Иосеф отправляется в Галут, Иосеф, он как бы сила сыновей Израиля, духовная сила сыновей Израиля, вот они его уже бросили в яму, это яма и весь Галут похож на яму, в которой нет воды, что такое вода, вода это Тора, яма, но наполнить ее невозможно, мы с вами здесь сразу вспоминаем Ремьяу, о которой мы говорили, который говорит такими словами, что два зла сделал мой народ, оставил меня, источник воды живой, и выкопали себе ямы, ямы треснутые, которые не удержат воды, то есть мы понимаем, что Галут, так сказать, отсутствие духовности, это образ ямы, в которой нет воды, может быть, не сегодня уже, я постараюсь привести примеры, что такое яма, в которой нет воды, как понимаются строки Торы, как бы их надо было понимать, и как они понимаются в Галуте, постараюсь зацепиться за этот момент в следующем занятии, а сегодня, может, последнее, то, что я хотел для вас привести, это Талмуд Бавли, Масехет Брахот, восьмой лист, и здесь говорится так, так сказал Раби Хия Барами от имени Ула с того момента, когда разрушен храм, нету у Всевышнего ни в его мире ничего, кроме четырех амод Галахи, четырех амод Галахи. И мы понимаем, что с одной стороны вроде бы это хорошо, остались четыре амод Галахи, с другой стороны это что-то ужасное, понимаете, это сухая Галаха, здесь как-то слышится, перекликается с Ницше, упаси Бог, ну так, как говорят Лисабер и Таозен, что он просто открыть ухо, можно сказать так, что Ницше сказал Бог умер, а вот здесь эти четыре амод Галахи, что-то похоже на это высказывание Ницше, мы понимаем, что потом пришел Всевышний и сказал Ницше умер, но это ладно, но здесь тоже вот Тура она как-то четыре амод Галахи. Давайте я пытаюсь привести один пример, о чем как может быть исти речь, можно зацепиться за четвертую главу пророка Хискеля и вот в трактате сута в Талмуде говорится, что тот, кто тот, кто тот, кто не делает, тот, кто ест хлеб без на тела отъедаем, он как бы поглощает поглощает дух нечистоты и приводятся строки из четвертой главы Хискеля. Ну, так вроде все ничего, но то, что поражает, ведь это то, что как бы прицеплено, скажем, приклеено к Хискелю, а Хискель что говорит? Если вы помните, как мы с вами разбирали, он ему велено жарить лепешки на испражнениях, сначала на человеческих, потом он выпрашивает, чтобы это было изменено на коровье испражнение, на испражнение животных, и это отображает то, как сыновья Израиля будут есть хлеб в осаде, когда на выходные царь осадит ежа рай, но Всевышний добавляет и говорит, так будут есть сыновья Израиля свой хлеб в изгнании, то есть вот это вот отвратительный этот запах, это это хлеб в изгнании, это то, что написано в Ихискелле, и приходят мудрецы в Гемаре и переворачивают это в Галаху, вот если ты ешь на тела отъедаем, то вот как бы входит дух Тумы, причем здесь на тела отъедаем, это Агалути, это приклеили, это прицепили, да, это то, что говорится у Всевышнего, осталось только четыре Амод Галахи, все понимается с Галахической точки зрения, а духовный, так сказать, комментарий, главное, отвратительность Галута, это ушло куда-то, ушло на задний план, все, я останавливаюсь, у меня здесь есть еще много чего сказать, как бы бесконечно, но давайте, если возникли какие-то вопросы, пожалуйста, если нет, то мы можем закрыть наш форум, вот я вижу, что у нас, да, пожалуйста, я размышляю, в яме, наверное, не только нет воды, но там еще и темно достаточно, да, то есть Галута такая темнота, верно же? Я просто плохо слышал, еще раз, если можно. Да, конечно, да, я просто размышляю, что в яме не только нет воды, но еще и достаточно темно, то есть, ну, такая метафора, что Галута-то еще и... Да, 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 вот это безусловно, и еще, если вы помните, то в Гемарии, Раша это повторяет, выводится, что там есть змеи и скорпионы, нет воды, вот, уже сказано, что яма пустая, зачем говорится, что нет воды, вот, для того, чтобы сказать, что там есть противоположность воды, ямы и скорпионы, да, и поэтому вы совершенно правы, темнота, змеи, да, вот все это можно добавить к этому Галуту, к той яме, в которой нет воды, полностью принимается, совершенно верно, да, если в яме нет воды, еще раз, пожалуйста, если в яме нет воды, виноваты кто? Ну, это, послушайте, мы, мы во всем, мы во всем виноваты, вопрос только, кто это говорит, из какой интонации, если мы, и это мы говорим сами себе, то это правда, если нам это говорят другие, так они же не понимают, что они говорят, и говорят это только для того, чтобы нас преследовать, а так мы, конечно, виноваты, это понятно. Да, еще хотел, не то, что спросить, скорее так, удивило сравнение вот быка и коня, что бык, как бы еврейский народ, сломал ногу, и поэтому взяли коня, как бы не еврейские народы, и как бы ими воспользовались для продвижения божественных идей, вот такая, немного неожиданное сравнение. Ну, да, 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 с одной стороны, неожиданное, с другой стороны, мы же видим, что идет целая линия такая, потом через комментаторов, это и Рамбам, и Абарбанели, да, то есть они, как бы, это не, идея для них не чужая совершенно, вот, может быть, здесь неожиданно бык и конь, для нашего времени, это, мы понимаем, что если пашут где-то там в деревне, то пашут на лошади, вот, но видно, для древнего времени это было не совсем так. да, то есть, известно, здесь вот, нахманида, где, подчеркивается, заблуждение, христианство, а тут все-таки признается какая-то позитивная роль. Да, просто проблема, что нам надо возвращаться на свое место, быть такими носителями идеи, которая будет распространяться в мире. Я думаю, что мы это делаем, но тоже очень медленно, очень медленно. Окей, спасибо. Ладно, хорошо, спасибо всем за участие, мои извинения за вчерашний срыв, надеюсь, что это не повлияет на продолжение наших занятий, вот, и самые лучшие пожелания, вот, и надеюсь, что вы видите, как я стараюсь, но не то, что пришел, что-то сказал, я готовлюсь, я отбираю материал, все только для вас. Хорошо, ладно. Спасибо. 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 Молодимый секретарь, суроту вот, суроту вот. Спасибо. Всем счастливо, пока. Пока, пока. Пока.